Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Лизановым. В гостях у нас Федор Попов, продюсер фильма «Путевка в жизнь». Федор, здравствуйте. Добрый день, Юрий. Я думаю, это ваш не единственный фильм. Можете пару слов сказать? Нет, конечно, не единственный. Более того, фильмов, основанных на этой истории, у меня два. Сейчас вы удивитесь. В 2001, в 2000 году даже, у меня был сценарий, оказался у меня в студии, написанный Аленой Креницыной. Назывался он «Спартак и Калашников». Дальше мы стали искать режиссера под этот сценарий. Был длинный путь, сейчас не буду говорить, к кому мы обращались, но в итоге Прошкин Александрович, отец Андрея Прошкина, которому мы тоже предложили делать кино, он нам привел Андрея в студию. И вот так Андрей дебютировал в нашей студии с картины «Спартак и Калашников». Но когда мы пригласили его снимать эту же картину, когда он стал режиссером этой картины, он стал переписывать сценарий, что в принципе нормально, я к этому отношусь спокойно, потому что режиссер всегда под себя все переделает. И он вот так переделал при помощи Алены Креницыной, сценариста, которая к этому отнеслась очень лояльно, так и профессионально, и все дело подстроилось под режиссера. В итоге сценарий, который мы хотели сначала запускать, у меня остался в студии, а на его основе было написано новый сценарий абсолютно. Прошли годы, прошло больше 10 лет, и я вспомнил про этот сценарий, который назывался «Спартак и Калашников». Вторую картину такую я не мог запускать, просто с таким названием. Дальше мы проделали опять такой же путь, стали искать режиссера. В итоге пришел Олег Галин, тот сценарий тоже переделал. Основа осталась, она патриотическая, там есть парень, там есть собака, там есть парень, который стал сыном полка. То есть можно найти поисчение при желании, но по сути дела получался абсолютно новый оригинальный сценарий, другой, не похожий в подробностях, но тут первый. И мы его назвали «Путевка в жизнь», и вот его снял Олег Галин. Стой! Туда нельзя! Там мины! Как зовут-то? Бегунков. А вас? Стрелять! Ваш фильм получил награду нашего фестиваля в Ростове «Вверх». Я хочу вам вручить Александра Невского. Красиво. За лучшую патетическую роль. Красиво. И солидно. Тяжело. Именно Илье Плисова. Раз мы Илью награждаем, несколько слов, может быть, как вы нашли такого непрофессионального актера, который в своем дебюте сразу же взял и... Вы знаете, когда картина детская, там трудно найти профессионального актера. Все дети непрофессиональные актеры, что прекрасно. Потому что они искренние, у них отсутствуют штампы, они иногда привыкают к этой профессии, как-то первые съемочные дни бывают сложны для них. Вот. Ну, в общем-то, природа детская. Особенно, если выбор удачно берет вверх. И они адаптируются довольно неплохо, что и произошло в данном случае с Ильей. И, в общем-то, они играют сами себя. Как-то был какой-то сбор... Ну, это большой поиск. Большой поиск. Не люблю, когда поиск идет в неких школах художественных. Мне это не нравится, потому что я повторяю, там боюсь, там, как бы люди боятся штампованные все-таки дети. Вот. Ищем по спортивным клубам, по детским домам. Вот в данном случае нашли в воинской части, в Суворовском училище вернее. Так что... Ну, сколько человек примерно смотрели? Десять? Ну, какой десять? Сотни. Сотни? Конечно. Трудный всегда поиск, потому что это как бы работа с нуля. Вот. Когда берешь взрослого актера, уже знаешь фильмографию какую-то. И, в общем-то, ну, о нем много можно изучить, если это, как правило, профессиональный артист как раз. Вот. Когда ребенка берешь, когда берешь, там, парня лет 12-13-14, то здесь, в общем-то, есть риски. Поэтому работа очень кропотливая. Надо первое огромное количество кандидатов просмотреть. Сначала по фотографии, по типажу, потом встречаться. Дальше с ними нужны репетиции, чтобы понимать, как он, насколько он глубоко там сможет сыграть. Те или иные сцены. Подбираются разные сцены, где нужно проявить, чтобы ребенок проявил разные свои качества. Иногда злые, иногда там упорные, иногда мягкие, там, трогательные и так далее. Вот. Илья Плисов. Я повторяю, здесь, понимаете, в чем дело? Тут необходимо попасть в характер, как бы. Вот. И я обычно в таких случаях стараюсь найти человека с похожей судьбой, с похожим мировоззрением, как и герой картины. Тогда ему не надо играть, наигрывать и так далее. Он просто играет сам себе. Он просто, ну, существует так, как он в жизни существует. Вот Илья замечатель в этом смысле. Мне так понравилась его целеустремленность. И я так доволен, что я не сбил его с пути, вот с этого. Вот он хочет быть военным, хочет родину защищать. Причем, говорит, это искренне, как это дети делают. Они делают все только искренне. И я очень рад, что вот иногда, знаете, кино как бы сбивает человека, а не думают, что вот такой мир красивый. Так я не... У них был путь. А потом пригласили на роль. И он там забыл про все это, увлекся этим медными трубами, как говорится, да, и пошел. Я знаю некоторые примеры, когда, в общем, судьба, в общем, не очень счастливая, в таких случаях получается. Вот так Илья, я очень рад, что он не оставил свое основное занятие. Вы считаете, что кино, съемка в кино Илью не испортила? Только, я думаю, добавила ему, добавила опыта, добавила, как бы, опыт размышления над ролью, над позицией, может, приходится на троли работать, вот там какие-то вопросы задаются самому себе. Так что, я думаю, что это, в общем-то, помогло ему как-то немножко расширить кругозор. Довольны ли вы судьбой фильма? Вся ли страна его посмотрела? Юрий, нет, конечно. Какой там? Нет, я не знаю ни одной картины детской, где, в общем-то, продюсер мог бы сказать, что он доволен судьбой этой картины. В наше время, я имею в виду, за последние лет, ну, не знаю, там, семь, уж точно. Почему я так говорю? Вот, скажем, картины Спартака Калашникова, я доволен судьбой. Там не вся страна посмотрела, конечно, но там как-то было такое путешествие по фестивалям, очень такое мощное. То есть, у меня много картин, в принципе, которые, судьбой которых я как бы доволен, но это не прокатная судьба в кинотеатрах, я повторяю. Какие-то картины на канале хорошо идут, какие-то картины получают много призов. То есть, другой зритель совсем, и другой по количеству, и другой по, ну, по качеству, что ли. То есть, это люди, которые идут на события, там, на фестиваль, на фестивальный показ. Там немножко другое, все-таки другие мотивации у людей, они идут на праздник. А чтобы купить билет, пойти в кино на детский фильм, я таких фильмов не могу назвать, если это не, там, может быть, только мультики какие-то. Ну, а вот, давайте так помечтаем, вот, если бы сделали вас, ну, министром культуры, что бы вы, может быть, какие бы, в первую очередь, какие вы сделали бы шаги, какие бы меры бы сделали, ну, наверное, для поддержки вот семейного детства. Вы знаете, Юрий, вот, я не сторонник таких, знаете, мер кризисных таких, вот, одну меру я сделал, все-таки мы живем в развитом обществе. Здесь необходим механизм тонкой настройки, так называемый. Здесь нельзя одной меры, там, решить все вопросы, да, как было это, там, не знаю, в древнем мире или, там, в средние века, там, как-то резко, кардинально все, так далее. Нет, революцию здесь не сделать и не надо ее делать. Здесь необходима целая стратегия, целая программа развития кино, потому что кино, это не только прокат, не только производство. Вот в СССР у нас была киноиндустрия, потому что, вот, смотрите, чтобы картина в прокат вышла, надо, чтобы она была произведена, чтобы было достаточное количество картин. То ведь картины производились, необходимы люди, которые их производят, значит, необходимы обучение, образование. Образование — это наука. Дальше образование у нас прекрасное, скажем, да, я сам вот большое поклонник ГИКа, потому что я там дважды учился и преподаю. Но какое может быть образование без практики? Практики недостаточно. Все люди, которые заканчивают в ГИК, в основном, в основной массе своей, не идут работать на телевидение, потому что она снимается в 40 раз больше сериалов, если в часы переводить, чем фильмов. Дальше фильмов мало происходит, производится где-то не больше 80. Конкурировать с западным, там, с Америкой, например, где 800. Так что необходимо просто выработать целую программу мер, направленную на привлечение инвестиций в кино, потому что количество картин — это деньги. Надеяться, что государство нам даст в 10 раз больше денег, чем дает ежегодно, ну, тщетно. Необходим единый центр какой-то, там, не знаю, фонд, это будет элемент культ, я поддерживаю Карен Георгиевич Шахтанзарова, здесь двумя руками, которая об этом тоже много говорит. Чтобы была некая, если мы хотим, чтобы, скажем, лет через 5 или 10, у нас доля киноотечественного проката была 30%, хотя бы, да, как во Франции, или примерно как у нас было лет 7 назад, у нас примерно так оно и было, кстати, то необходимо выработать эти меры. Первое, конечно, увеличение количества картин. Дальше пошли бы некие меры протекционистского характера, защита отечественного производителя, защита отечественных картин, не исключая квотирование или какая-то другая, любая, тут надо разбираться уже с профессионалами, линия по поддержке в прокате наших картин. У нас же сейчас нет ни одной организации, которая бы регулировала бы отношения в области кинопоказа. Раньше было управление кинфикацией кинопоказа. Сейчас нет ни общественной, ни частной, ни государственной организации, которая бы это регулировала. Иногда министр топнет ногой, скажет, что это вот там раздвинут, там пустят картину какую-то, поскольку необходимо помочь, там выпустить картину к юбилею Победы, например, отечественную. Вот так. Это все вот такие разовые какие-то поступки, которые в целом, они, конечно, не лечат. В нашей не очень-то такой здоровой киноиндустрией сложно ее назвать. Также такая же немаленькая проблема, кстати, с дебютом. У меня в студии половина картины дебютных, половина детских. Так вот сложилось невольно. Я знаю, что и там тоже не очень просто. Даже картина, когда успешная, пробиться в прокат с этой картины, выпустить ее хотя бы в тиражу в 500 копий, да это утопия, это утопия просто. Не распишешь, потом потеряешь деньги. То есть, по сути дела, здесь даже те деньги, которые мы тратим на прокат, чтобы картину продвинуть, поскольку это наше детище, мы снимаем ее не для себя, не для семейного просмотра нашего, вот моей семьи узкой, да, а для семейного просмотра в масштабе страны. И чтобы продвинуться в прокат с такой картиной, ну, я не знаю, что надо сделать. Здесь просто так вот очень сложно сделать. Бюджеты маленькие вот такие картинки. Вот, о сказке, детские фильмы. Вот мы говорили про ребенка, да, ну, понятно, что там большее количество дублей, там более тщательная работа с ним, все-таки он не профессионал. Понятно, что другая выработка, и много-много-много-другое, что отличает детское кино. У меня еще вот маленький вопрос есть. Я вчера был на кинофоруме, и задал вопрос Сергею Михайловичу Сильянову. Должно ли кино воспитывать? Не то, что должно, я не должно воспитывать. Просто любой фильм он воспитывает в ту или иную сторону. Он влияет на сознание, значит, воспитывает. Я слышал однажды от одного уважаемого коллеги моего, мы его, мы же не требуем от американских горок, чтобы они воспитывали, сказал он. Хотя не буду говорить, кто это, но это было такое удивление вызвало у меня, поскольку я слышал от человека, который, в общем-то, до этого говорил только здоровые мысли. С моей точки зрения. Кино — это нечто другое. Кино невольно, невольно, то есть оно по определению воспитывает. Оно вкладывает какие-то коды, моральные, этические, и многие-многие другие. Как это делать? Прямую или закодировано более тонко? Это другой вопрос. Если это высокое художественное произведение, там, конечно, тонко сделано. Если это такая агитка, то это делается плохо, иногда играет обратную роль. Арсельянов Сергей Михайлович мне, во-первых, вопрос удивился искренне. Говорит, ну, мы снимаем фильмы для зрителей, если зритель голосует рублем, билетом, значит, фильм удачный. А если он не голосует рублем, значит, фильм неудачный. Вот и все. Не выдерживает критики никакой. Так и оппозиция. Спасибо. У нас в гостях был Федор Попов, продюсер многих фильмов, но особенно нам запомнился его фильм «Для детей. Путевка в жизнь». Спасибо большое за внимание, спасибо за приглашение, спасибо отдельно за приз. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok